На этом уроке мы поговорим о пользе науки от тасриф или ассар, о плодах, которые дает древо тасрифам. Первая и самая главная польза, которую получит изучающая эту науку, это правильное понимание Корана и Сунны, что является особенно важным для тех, кто изучает шариатские науки, так как эта наука, наряду с другими очень важными науками, как наука на синтаксис, например, является тем вспомогательным средством, инструментом или той лестницей, по которой обучающийся сможет достичь правильного понимания Корана и Сунны, а также других наук или книг. Исходя из сказанного, хотелось бы напомнить, что изучающему шариатские науки следует перевести в порядок свое намерение, ведь если у него ихляс, если у него будет ихляс, чистое искреннее намерение изучать ради Аллаха науку, которая является одним из ключей понимания Корана и Сунны, то это несомненно будет засчитываться ему как поклонению, ведь, как мы знаем, иннам аль амалу биньят, дела оцениваются по намерениям. Приведем несколько примеров, взятых из Корана и Сунны, то есть хадисов, чтобы показать на практике важность изучения данной науки. Так описывая истории Мусы с фараоном и то, к какому жестокому обращению фараон подвергал народ Мусы, Аллах говорит, описывая все это, напоминая сынам Израилевым о своих благах, которым он их наделил. Аллах говорит им, что он спас их, когда они, то есть народ фараона, подвергали вас ужасным мучениям. Дальше идет разъяснение этого, в чем это проявлялось. Они вылезали, то есть во множестве убивали ваших сыновей, то есть живых ваших женщин, то есть девочек. Мы видим, как в аяте сказано, юзаббихуна абнаакум, по модели юфаалюна, а не язбахуна. Хотя язбахуна тоже является переходным глаголом. Так почему же здесь употреблен глагол юзаббихуна, по модели юфаалюна, а не язбахуна, по модели яфалюну. Хотя четырехбоконный глагол юзаббиху образован от трехбоконного глагола юзаббихуна. Значение резать, убивать, закалывать. В науке сарф, иншаллах, мы изучим, что среди примерно десяти или больше значений, на которые указывает порода фаалю юфаалю тафилен, есть указание на интенсивность действия, на многократность или повтор действия, что и проявилось здесь значение этого глагола юзаббихуна, по породе фаалю юфаалю. То есть они не просто убивали ваших детей, а буквально вырезали их, устраивали бойню, убивали их в большом количестве, во множестве. Вот почему в айте употреблен глагол юзаббиху, а не язбаху. Так как язбаху не указывает на данные значения, на которые указывает глагол юзаббиху, по породе фаалю. О подобном правиле мы узнали из этой науки, науки от тасриф. Думаю, что понимание этого айта, например, человеком, который знает это правило, будет несомненно отличаться от понимания того, кто данные правила не знает. Знающие подобные правила, человек имеет возможность ясно вникать в суть происходившего, как будто он являлся сам участником тех событий. Приведенный пример не является единичным Кораном. Таких примеров очень много, что указывает на важность изучения этой науки, науки от тасриф. То же самое, например, мы наблюдаем и в другом айте. Все также в истории про фараона и мусу. Фараон сказал, мы будем убивать их сыновей. То есть, вырезать их. То есть, будем убивать их во множестве, в большом количестве. Здесь, как мы видим, тоже использован глагол по модели фаалю и фаалю. Так же, как и с глаголом юзаббиху. Хотя глагол юзаббиху образован от трехбоковного глагола каталя ягталю. Тоже в значении убивать. Однако в айте, описывая эту историю, использован именно глагол югатталю по модели фаалю, а не ягталю по модели яфалю. Так первый указывает на значение убивать в большом количестве, устраивать бойню. В то время как второй на данное значение не указывает. А переводится просто как убивать. Этот же глагол повторяется в другом подобном айте. Они во множестве, в большом количестве убивают ваших сыновей. Эту же форму глагола мы видим и в другом айте. Где речь идет о лицемерах, которые вели скрытую войну против пророка. Также в истории пророка Юсуф мы читаем в айте. Она, то есть жена египетского ельможи, закрыла двери. То есть много дверей приложила в этом усилие. Или же запирала двери накрепко, чтобы другие не могли их открыть. На такое значение указывает порода глагола агаллика, порода фа'аля. Поэтому здесь употреблена форма агаллика, а не агаллика или агаллика. Так как они не указывают на это значение, значение многократности, интенсивности и т.д. В этой же суре, суре Юсуф мы читаем и порезали они, то есть те женщины, которых пригласила жена ельможи, свои руки. Она поставила перед ними различные явства и дала каждый из них нож, а затем повелел Юсуф, алейсалам, выйти к ним. Описывая эту сцену, здесь употреблен глагол катта. Значение резать или изрезать, ранить во многих местах, наносить многочисленные раны, много порезу, что указывает на то, что они не чувствовали боли, порезая свои руки сами, и что их внимание полностью было приковано к тому, что они увидели перед собой. На это указывает глагол катта по модели фа'аля. Уникая смысл этого айта, мы понимаем, почему здесь употреблен глагол катта, много резать, изрезать, наносить раны во множестве, а не глагол катта, который тоже является переходом к глаголу мута'аддин. Если бы у айта был использован глагол катта, резать, то мы не поняли бы значение многократности или интенсивности действия, и не смогли бы представить картину, какой она есть. Мы не поняли бы то значение, которое мы поняли из глагола катта. Проведем пример из обыденной жизни арабов. Арабы говорят, например, мааттель иблю, мааттель иблю и мауаттель иблю. В первом случае, мааттель иблю переводится как верблюда умерли, а во втором случае умерло большое количество верблюда, то есть мауаттель иблю. Другой пример, тафа и тауфа, совершил обход и совершил многократный обход в большом количестве. Джаля и джавуля в основе и производят одного глагола джавуля, странствовать, путешествовать и странствовать долго или много. Мазака и мазака, рвать, разрывать и рвать на куски. Вот только один пример из тех правил, которые изучаются в этой важной науке. Ограничимся этим, иначе я продолжу на следующем уроке. Аллаху а'лам.